Это наш цех. Мы переехали в январе сюда, сделали ремонт. Ремонт тоже делали сами практически весь, быстро-быстро. Потому что мы набрали людей, закупили оборудование именно после карантина. Нам нужно было расширяться. Пошив со мной с детства, я уже не раз об этом говорила, мама шила в 90-е годы на заказ. Она принимала заказы индивидуальные. Несмотря на то, что она врач, в тяжелые времена приходилось так подрабатывать. В принципе, это стало одним из основных наших доходов семейных. Потому что отработал, сшил, получил какие-то средства. Очень активно был подъем бьюти-индустрии, какой-то частной медицины. Изучив рынок, мы поняли, что у нас либо обычные белые халаты, либо же какие-то интересные униформы. Но в основном они заказывались с России, с Китая, с Америки. В общем, не было такого именно отечественного производителя. И мы попробовали совместить то, что мы шили. Это обычные такие стильные костюмы повседневные. Просто мы изготовили его из специализированного хлопка медицинского. Мы достали ткань. И, в принципе, вот с этого все и началось. Я работала в компании бухгалтером три года сразу после окончания университета. Дальше я пыталась заниматься именно продажей одежды с Китая, с Турцией. Но вот каждый раз все равно что-то было неинтересно. Вроде и продажи получались, вроде как и было это актуально. Но все равно утянуло к чему-то такого. Наверное, это с детства все делали, вот этот пошив. То, что вот мама шила. Мама здесь очень много помогает тоже. Например, вот мы отшиваем такие сейчас модные свитшоты. Наносим вышивку. У нас есть вышивальная машина. Различные виды нанесения логотипа. Это вот косметологи, которые занимаются, например, инъекциями. Шьем вот такие жакеты. В принципе, это, можно сказать, пиджак. Только мы используем специальную ткань, которая не мнется. В основном вот это берут у нас администраторы. Мы пока не выходили на этот уровень госзаказов. Пока мы креативим в рамках своей студии. Но у нас были заказы и для скорой помощи. Также погранслужба к нам обращалась. Мы отшивали кителя. Это для какой сферы? Ну, это, знаете, например, вот даже ваша сфера. Когда вы на каких-то съемках, либо какие-то погодные условия, ткань не пропускаете. Плюс у нее не сильно жарко. Это мы все пробуем что-то новое. Что-то становится интересным. Появляется заказчик. Это мы под него подбираем, отшиваем несколько моделей. Наши униформы позволяют здесь придумать что-то, добавить. Мы всегда прислушиваемся к таким моментам. Вот это совсем другая работа. Здесь каждый человек себя раскрывает. Может быть, он всю жизнь чем-то другим занимался. При возможности раскрытия своих идей, он, конечно, выдает совсем другой результат. Так как это постоянная проблема с поиском сотрудников именно швейного производства, мы решили обучать сами. Когда мы открыли первый курс бесплатного обучения швей, мы видели, как много желающих. И что действительно сейчас вот эта легкая промышленность, тут два варианта. Либо ты шьешь дома, либо же ты идешь работать на фабрику. И для людей не всегда это было интересно, быть фабричным и рабочим. Поэтому мы уже задумались о том, чтобы поднимать профессию именно шьи. Если вы обратили внимание, в нашем цеху работают не только девушки, но и мальчики. Хотелось, чтобы люди узнали, особенно молодежь, что шить – это не только какая-то такая рабочая специальность, но и в первую очередь это для творческих, креативных людей.